Привет, друзья! Сегодня я вам покажу товар из Китая, за который люди просто выбрасывают деньги на ветер. Наверняка многие видели эту рекламу, на которой показывается, как с помощью пластикового карандаша склеивают различные предметы за 5 секунд. Так вот и я решил заказать это чудо технологии. Рейтинг на сайте неплохой, ну а отзывы читать я не стал. Да и особо эффективный результат от этой фигни я не ждал. Но думал, что бы ни пришло, оно не будет хуже суперклея. Пришла посылка в обычном пакете с пупыркой. Внутри карандаш был запакован в салофан. Фирменная надпись моментально стерлась. Сам процесс распаковки не стал снимать, так как решил проверить, как работает этот товар. Но после нескольких попыток склеить небольшие пластиковые предметы, я понял, что это полная хрень. Вот специально для наглядного примера взял старый пластиковый чехол. Склеил сломанные части с обеих сторон и дал несколько часов, чтобы он хорошо просох. В итоге без всяких усилий он разломался. Да и клей ужасно воняет едкой химией. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После попытки склеить чехол проветривал помещение около 20 минут. Так что если кто-то хочет заказать этот клей, чтобы склеить ребенку, куклу, машинку и так далее, не вздумайте этого делать, так как непонятно из чего сделана жидкость в тюбике. Да и уверяю вас, что развалится игрушка в тот же момент. В общем, друзья, крайне не советую покупать этот товар. Судя по количеству заказов, многие люди повелись на красивый рекламный ролик, который вообще никак не связан с этим товаром, ну и низкую цену. Многим людям пришли эти тюбики с протекшим клеем, так как они запакованы в обычный пакет с максимально тонким слоем пупырки. Также меня просто поражают ответы продавца на негативные отзывы по поводу этого клея. Мы приносим извинения за причиненные неудобства. Мы сожалеем о том, что товар не соответствует вашим ожиданиям. Вы бы не тратили время на извинения, а лучше бы наладили и улучшили производство этого клея. В общем, друзья, этот тюбик продолжает свое путешествие, но теперь уже в мусорном баке. Так как дома хранить это чудо я не буду. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Мне очень интересно будет почитать, что вы думаете по поводу этого клея. Возможно, у кого-то из вас был личный опыт эксплуатации этого клея. На этом у меня все. Я всем желаю хороших и качественных покупок.